Ну, по большому счету, скажу так, как будто не уезжал, время быстро пролетело и, скажем так, как будто в отпуск длительный съездил просто, поэтому рад был вернуться и постараться помочь команде. Да, да, следил, конечно, и на протяжении всего времени, скажем так, команда и клуб вообще в целом. Хорошее впечатление оставил, вот, и для меня, ну, скажем, немножко трепетно, да, относиться к этому клубу. Что касается чемпионата, ну, по моему мнению, в уровне не совсем упал чемпионат. Появились, опять же, команды, которые поднялись, вот сейчас там, Дор Нураванг тот же, достаточно хорошая команда, неплохого уровня, вот. И видно, что физически готовы хорошо. Надо двигаться вперед, надо, скажем так, приходить чувства и стараться делать тот результат, на который клуб рассчитывает. Да, хорошее впечатление, есть, видно, что есть исполнители. В целом, баланс команды достаточно хороший, вот. Вот, с некоторыми, конечно, знаком, там, с прошлой, с той командой, когда первое пришествие было, осталось шесть человек. Сейчас есть несколько новых ребят, там, которых я помню еще по выступлениям за другие команды, вот. Поэтому впечатление хорошее, и считаю, что команда не на том месте, где она должна находиться, она должна реально бороться за призовые места. В душе я победитель, поэтому, неважно, любой матч с любым соперником, нужно выходить и биться на победу, вот, зарабатывать очки. Сегодняшняя ситуация, на самом деле, непростая, отрыв достаточно приличный, но со всеми, по большому счету, еще придется сыграть по два раза, поэтому можно добрать очки. Естественно, приобретение опыта, так как и тогдашнего, то есть с 19 по 20 год, вот, сейчас поработал чуть-чуть в ФНЛ, тоже определенный опыт приобрел. Вот, ну, в моем понимании, что от, от таких, скажем так, принципов своих, ну, я, я не отступаю, вот. Только где-то какой-то прогресс и узнавание нового чего-то, в общем, занимаюсь плотным обучением тем же и только вперед двигаться. Личные разговоры и психологическая подготовка – это один из залогов, один из залогов успеха, поэтому со всеми, со всеми абсолютно будем разговаривать. Уже с многими пообщались и при команде я при всех сказал свои мысли, обозначил принципы, то есть, которые, на которые мы должны обращать внимание. Вот, непосредственно для того, чтобы, чтобы добиться этого результата, на который мы нацелились. В первую очередь смена вектора – это, ну, решение руководства, поэтому это тоже имеет быть место. Омоложение команды, я не думаю, что прямо оно там серьезное омоложение претерпело. То есть, на сегодняшний день играли ребята среднего возраста, да, и в целом, конечно, возраст команды уменьшился немного. Вот, но это тоже, скажем так, пища для прогресса и для понимания того, куда двигаться. Вот, сделал клуб вставку, как и в разговоре с президентом, с руководством клуба, на местных ребят также. Вот, и это тоже здорово, потому что местные ребята должны, должны и будут в целом получать практику. В первую очередь команда должна строиться от обороны, и чем ты меньше пропускаешь, тем, соответственно, больше шансов для того, чтобы заработать очки. Это, как бы, факт, и к этому надо стремиться. Вот, естественно, как, будучи нападающим, я, мне нравится атакующий футбол, мне нравится агрессивный футбол. И, опять же, ввиду последних матчей, ни в коем случае не хочу никого, бывших тренеров, ни в чем обвинить. Вот, где-то, может, потерялся какой-то импульс, там, не знаю, чисто психологически ребята, может быть, ввиду обстоятельств, не смогли. Вот, но, зная, зная бывшего тренера Блатова, я знаю, что он хорово вставит и комбинационный футбол, и пытался атакующий футбол вставить. Поэтому время так сложилось, что и готовность ребят не должным образом получилась. Поэтому будем стараться это все компенсировать тренировочным процессом и психологической составляющей. Вот, что, конечно же, нужно нам забивать и для того, чтобы приобретать очки. И забивать больше, чем соперник. Вот, поэтому я ребятам сказал, что нужно быть агрессивнее, нужно желать и стремиться к тому, чтобы забивать голы. Поэтому сделаем выводы, опять же, вот по прошедшей игре. Легких матчей не бывает. И зависит все от нас, как мы подойдем к этому. Однозначно считаю, что ребята подойдут в хорошей форме. Да, может быть, не в стопроцентной, как бы мне хотелось этого видеть. Но в целом, в целом, повторюсь, большое желание у многих и из общения это видно. То есть дух победителя, он есть. Он есть, просто его надо немножко разбудить в себе. Есть команда. Будет играть сильнейший, это однозначно. Да, есть лидеры, да, есть, скажем так, теневые лидеры. Это всегда так было и будет. Поэтому только от каждого зависит. Как он будет в тренировочном процессе, для меня это главное. Как он будет в тренировочном процессе себя проявлять, соответственно, столько времени он и получит. Всем будет дан шанс. И, опять же, повторюсь, по тренировочному процессу всегда все видно. Благо, у нас есть возможности, и датчики есть, и тренерский состав, который видит и понимает состояние и возможности футболиста. В процессе сейчас ожидания начала курсов. Вот, поэтому уже как год, даже более, я закончил на лицензию А. Сейчас только формальности остались, где и когда начнутся ближайшие курсы. То есть, допустим, зимой я подавал документы в Беларуси, летом вернее. Вроде бы все, как бы собеседование прошло, сказали все окей, но потом Федерация Беларуси приняла решение только местными тренерами, да. Поэтому сегодня такая ситуация, будем ждать, где ближайшие курсы. В Армении интересовался, но такая же ситуация, сказали сразу, что только местные будут, поэтому в ожидании, скажем так. В Молдове, да, все на контроле, я на связи с руководством Федерации. Они сказали, что возможно в этом году и начнутся там курсы, поэтому сразу же поступлю, где начнутся ближайшие, либо в Армении, либо в России. И, то есть, скажу так, сегодняшняя ситуация, мы договорились с руководством до конца чемпионата. Вот, дальше будем общаться. Опять же, я повторюсь, мне этот клуб достаточно дорог и много вложилось сюда в прошлое время, поэтому я и принял решение вернуться. Однозначно мы никому ничего просто так не отдадим, это я могу заверить. Вот, однозначно мы будем биться за каждые три очка в каждой игре. До конца у нас осталось 11 туров и сделаем все для того, чтобы решить задачу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!